всем привет привет сегодня у нас будет тест драйв сразу двух продуктов я вам покажу новый лак из серии the one у меня как раз красивый оттенок он третий по счету клевер клевер не помню какой-то волшебный клевер очень красивый лак золотыми микро частичками классный оттенок и я хочу попробовать средства которые так и называется для выравнивания лака сейчас я возьму каталог скажу точно как это все выглядит так корректор для лака вот это средство мне очень интересно провести эксперимент потому что лак который я недавно покупала вот такой вот серия color box он очень для меня очень сильно полосит и мне интересно уберет ли корректор эти полоски и я прям начну сразу с этого лака кстати предварительно я уже нанесла такое специальное покрытие укрепляющая для ногтей она также является и базой под лак я сейчас сразу нанесу этот желтый лак color box пока он будет подсыхать мы с вами посмотрим лак новинку так как мне красить что было удобно лак мне конечно этот абсолютно не понравился больше такой заказывать я не буду лак поверх он очень прозрачный неудобная кисточка видите сразу полоски какие идут так сейчас один слой пусть подсохнет и я потом нанесу второй слой чтобы сгладить немножко эти неровности видно дал какой он прям полоски полоски идут ну и пока он подсыхает немножко я сразу начну этот красивейший лак сейчас точное название скажу цветущий клевер 35 557 вот эта кисточка так кисточка вау моя любимая в принципе люблю этот лака серии the one потому что у них очень классные кисточки так на чтобы не положить руку чтоб удобно было пожалуй такую коробочку подставлю потому что мне иначе не видно что я крашу так вот такой кисточкой сразу удобно распределяется лак по боковым частям серединку и другую боковую часть кисточка немножко закругленная и поэтому выглядит просто классно тонкий слой один нанесла можно чуть-чуть подождать и следом пройти старым слоем пока этот слой сохнет я опять возьму желтый лак кстати можно было все ногти накрасть так желтый еще один слой на нашу ну все равно полоски никуда не убираются вот он есть и очень толстый слой приходится носить что в хоть как-то вот выровнять эту эту неровность сейчас пока подсыхает почитаем как правильно пользоваться корректором так наносим средств на всю поверхность ногтям так а сначала нам нужно лак 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 сколько ждать вот не написано сколько ждать когда лак нанесли чтобы он подсох но хорошо пусть она чуть-чуть подсохнет потому что иначе я боюсь что лак просто сдвинется а я пока накрашу остальные ногти такой цвет красивый насыщенный розовый и лак достаточно густой его можно в принципе одним слоем сразу брать просто слой потолще сейчас попробуем мне интересно посмотреть как быстро будет сохнуть этот лак потому что предыдущая серия zivan мне меня устраивало просто по всем вот параметрам и быстро сохнет и очень красиво ложится одним слоем и сразу создавался эффект такой как будто это ногти покрыты гель-лаком не знаю может быть это такой оттенок но те лаки просто идеально сразу растекались по ногтю особенно когда такой плотный слой достаточно было один раз прокрасить и уже идеально лежит лак вау классно вот я второй слой нанесла значит лучше делать послойно не торопясь так немножко его отставлю давайте пробовать корректор на желтом цвете посмотрю выровняет он или нет так вам показываю поближе такой сначала нужно нанести вертикально то есть как растет ноготь один слой лишняя сняла все раз-два-три нанесла порту так нанесли на всю поверхность потом нанести горизонтально вдоль ногтя я не знаю надо ли чтоб сохло или нет давайте не будем сушить давайте сразу горизонтально и я сразу сдвинула лак если увидеть то я сделала его полосатым совершенно так хорошо и завершаем снова вертикальными линиями и получился ужас ужас видно да у меня просто я лак сдвинула потому что низу был толстый слой он сдвинулся и у меня получилось здесь проплешина просто на ногте значит надо экспериментировать и у меня точно это не получилось первого раза я буду пробовать еще удалю сразу пока все не высохла и прилипла нечаянно к этому ногтю ах какая неприятность так вот заодно и попробуем выровнять эту штуку раз я к ней прилипла значит это специальный знак такой выравниваю вытягивай вот кстати вытянулась видите полная маскировка но тут я не буду по бокам растягивать мне нужно было просто то что я сдвинула выровнять вот это мне понравилось классно хорошо сейчас опять нанесу базу на мизинчик вот такие эксперименты мы ставим с вами периодически потому что чтобы разобраться в продукте как его правильно использовать как наносить лучше иногда требуется какое-то время чтобы стало все понятно и потом уже вы сможете используя мои рекомендации тоже классно наносить лак и делать красивейший маникюр наношу второй слой на указательный пальчик лак красивый там сил нет и вы видите слои я делаю очень толстый поэтому я не знаю как долго будут будет сохнуть лак обычно я использую сушку для лака для того чтобы ускорить процесс высыхания мне сушка нравится я все время перезаказываю когда она заканчивается у меня уже в запасе стоит новый флакончик красота и мне нравится что не такие золотистые переливы но они настолько вот мелкие что так незаметно но ногти смотрятся очень классно ну и сразу делаю вторую руку пока это сохнет у меня и 2 будет готова кисточка классная я всегда говорю сама красит когда такие кисти и чем удобен такой цвет он не не обязывает то есть классический вариант под любой наряд подойдет под любое настроение если ногти длинные или короткие не играет роли абсолютно главное чтобы они были обработанные ухоженные ручки вот так вот не следующее надо девочки пишут что не могут накрасить ровно ногти мне кажется такой кисточкой любой человек сможет накрасить ногти ровно потому что она сама вы добирается до потаенных местечек так и последний ноготок пока здесь сохнет я опять наношу желтый лак будем пробовать еще раз эксперимент давайте сразу сделаем каким образом я нанесу слой потолще дадим ему высохнуть и попробуем выровнять вот так пусть сохнет пока не за закрой этот лак знала бы что он такой я бы не купила конечно цвет мне нравится я хотела желтый лак у меня раньше был кончился а летом я люблю такие делать яркие красивые ногти зеленые всякие розовые оранжевые оттенки это я второй слой прохожусь по ногтю говорить чтобы времени терять сейчас пойду клиентам относить заказы и должен быть красивый маникюрчик классный лак прям мне нравится даже второй слой не буду наносить на я здесь сразу делала поплотнее слой не тут этот нужно будет не будешь экономить сделаю везде красиво вот так вот и сейчас прошло уже несколько минут мы можем попробовать ноготок который я красила 1 высох он или нет по идее должен быть уже сухой и если не высох значит я опять сдвину лак часть докрашу нет однозначно красивее два слоя светлые лаки они всегда требуют два-три даже слоя прокрашивать чтобы добиться нужного эффекта так и большой пальчик остался супер ну что пробуем нет еще прилипает и это тоже прилипает я немного прикасаюсь к ногтю и чувствую что он еще не досохся я сейчас задену за что-то то я однозначно сниму покрытие сдвину его поцарапаю и это будет отвратительно прошлая серия лаков сохла очень быстро здесь я сразу чувствую что дольше идет сушка этот могу закрыть у меня один ноготь будет желтый ладно перекрашу потом так пробуем как убрать эти полоски лак должен подсохнуть да он практически прям сухой я думаю что сейчас я не сдвину и делаем 1 прав первый раз проходим делаю вертикальное движение кисточкой вертикально набираю немножко средства делаю горизонтально вот я прям вижу что я опять полосочки оставила может быть я неправильно что-то делаю и опять вертикально нет опять то же самое у меня получилось что пятно остается посерединке и она никак не уже не уберется может быть действительно нужно дать лаку полностью высохнуть потому что у меня немножко был лак недосушенный поэтому я опять его убираю убираю совсем видите задела ноготь опять ваточкой поцарапала попробуем разгладить эту царапку мне кажется мне вот на этом лайки лучше получается слушайте ну вот это вот кайф смотрите вытянула лак полностью царапинка вся ушла может быть этот лак просто у желтый ужасный и тут даже не надо вот в сторону проводить все я ноготь идеально выровняла как вам показать класс существенно уже только ради этого стоит покупать такое средство потому что у меня постоянно такое бывает что я как только ногти накрашу то обязательно я куда-то влезу и поставлю полоску и мне это конечно совершенно не нравится поэтому я буду пользоваться вот для таких случаев корректором но вот полосатый желтый лак мне не удается пока выровнять ну может быть треть с третьей попытки когда я полностью абсолютно высушу может без базы сделать слушайте давайте базу сотру потому что долго сохнет с базой ой 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 все вся ваточки красавица все базу уберу и сделаю просто один слой волка желтого этот ужасный желтый лак с этой тоненькой кисточкой как это неудобно для меня она еще совершенно прямая и поэтому так вот . и поэтому получается некрасиво ложится не подходит к уголочкам аккуратно видите как он полосит ну как так можно жить с полосатым лаком жить не дружить зато идеально справились опять полоску поставила ну хорошо пусть там будет не видно зато я убрала две две помарочки которые в процессе умудрилась поставить и мне это очень понравилось ok и средства оставляем пригодится однозначно этот прям для таких людей как я которые все любят делать быстро быстрее сделать быстрее влезть куда-то и быстро исправить нет чтобы подождать как следует какое-то время а потом уже делать сушу лак а вы пока любуйтесь этой рукой надо его полностью прям высушить попробовать нет еще прилипает то есть я не пойму почему-то я снимаю слой особенно посерединке конечно она самая выпирающая слой снимается и получается полная ерунда даже сейчас здесь у меня получился лак съехал по бокам и здесь уже светлая часть нехорошо дайте еще тоненький слой нанесу такую как выравнивать если он уже здесь проплешиной так-то лучше итак практически в полностью высох лак очень долго сохнет вот прям этот лак я никому не рекомендую запомните его ужасный просто мне в нем ничего не понравилось поэтому я его никому бы не рекомендую все 3 попытка пробуем исправить коррекцию сделать беру немного средства корректирующего как его взять аккуратненько легкое движение провожу вертикально горизонтально и снова вертикально ничего не произошло интересного также остаются проплешины снимается лак короче полная ерунда но корректор здорово справился на розовых ногтях где я допустила две серьезные прям ошибки то есть смазала в двух местах очень глубокие были ранения на ногтях но у она справилась может быть этот лак он просто настолько ну я не знаю плохо что с ним никто уже не справится его просто надо выкинуть или раскрасить им цветочные горшки да вот кстати вот эту шкатулку я раскрашивала лаками нашими oriflame чтобы сделать ее такой привлекательной да можно использовать вот таким образом лак который вам не понравился сделать handmade но зато мне очень понравилось как он справился с ошибками маникюре моем я довольна вы сами решаете нужен вам такой продукт или нет по крайней мере я вам показал вот первое свое впечатление поработала с ним как смогла вам всем желаю красивого маникюра чтобы у вас не было таких полосатых жутко желтых ногтей как у меня этот я бы сейчас сотру сделаю таким же как все если вам видео полезное ставьте лайк если есть какие-то вопросы спешите а если вы придумали как этим средством классно классно выравнивать такое ужасная полосатость то тоже напишите ваш опыт будет полезен и не только мне многим людям которые смотрят мой канал будем друг другу полезными спасибо за внимание всего доброго вам пока пока пока